Кабинет министра Чеченской Республики Ичкерия, номер Л-96, 23-10-2022 год. Дорогие друзья украинцы, сегодня мы стали очевидцами, что во всем мире флаг Украины стал символом борьбы не только Украины, но и народов, стремящихся к свободе. Он стал им для каждого, кто выступает против войны, несправедливости, против агрессии, военных преступлений, против геноцида и колониальной политики. За каждым из этих явлений стоят десятки, сотни тысяч убитых, замученных, искалеченных, пропавших без вести и несправедливо заключенных в тюрьмы. Страшно упоминать об этом, но число таких жертв озвучили ведущие политики стран. Их уже более 80 миллионов. Сегодня флаг Украины развивается на фронте украинской армии, которая бесстрашно выступила против мирового зла в лице преступного режима Кремля. Каждый, кто столкнулся с этой проблемой в любой точке мира, Китай, Куба, Россия, Северная Корея, Иран, Белоруссия, Кавказ и так далее, другие, как будто уже породнился с этим флагом. По предложению многих людей, представителей различных народов, постсоветских стран, правительство Чеченской республики Ичкерии выдвигает инициативу. Объявить флаг Украины как альтернативный проект, существующий флагом земли, будучи флагом земли, являющийся на сегодня флаг Украины, мог вобрать в себе все символы. А имеющиеся политикокраски флага показают подлинный оттенок взаимодействия сил неба и земли. Наличие желтой полосы обеспечения жизни земной благодати, а синяя полоса – небесный свод, под которым зарождается жизнь. На сегодня этот флаг земли мог стать олицетворением борьбы за идеалы гуманизма и в стремлении порабощенного народа свободы. От тирании к миру, от угнетения справедливости и равенства народу планеты. Все люди нашей планеты ходят под одним солнцем, под одним синим небом и по одной благодатной земле. Этот неоспоримый факт отражен цвета украинского флага. Тот флаг, который знает мир и под которым вырастет целое поколение людей, декларировали миру мир. А на деле оказался флагом крови, ненависти и войны, агрессии, геноцида народу. На данном историческом этапе ему противостоит флаг Украины, несущий в себе пример доблести и непоколебаемости. Правительство Чеченской Республики Ичкерия обращается с инициативой угнетеным народам и мировой сообществе, борющейся с народным защитным свободам, к лидерам стран Международным институтам, сделать новым флагом планеты синий-желтый флаг Украины. Председатель кабинета министра Чеченской Республики Ичкерии за рубежом Ахмед Закайо. Кабинет министрів Чеченской Республики Ичкерия. Сьогодні ми стали очевидцями, що во всьому світі прапор України став символом боротьби не тільки України, а й народів, які прагнуть свободи. Він став для кожного, хто виступає проти війни і несправедливості, проти агресії воєнних злочинів, проти геноциду і колоніальної політики. За кожним із них, із цих явищів, стоїть десятки, сотні тисяч вбитих, закатованих, покалічених, зниклих безвісті, несправедливо ув'язаних у тюрми. Страшно згадувати про це, але чисто таких жертв озвучили провідні політики країн, їх 80 мільйонів. Сьогодні прапор України розвіюється на фронтах української армії, яка би страшно виступила проти всесвітнього зла в особі злочинного режиму Кремля. Кожен, хто зіткнувся з цією проблемою в будь-якій точці світу – Китай, Куба, Росія, Північна Корея, Іран, Білорусія, Кавказ – начебто вже поріднилися з цим прапором. За пропозицією багатьох людей, представників різних народів, пострадянських країн, уряд Чеченської республіки Ічкір'я висуває ініціативу оголосити прапор України як альтернативний проєкт існуючим прапорам землі. Став прапором землі, прапор України, що є на сьогодні, міг увібрати в себе всі символи. А наявна палітра забарвлення прапора показати справжній відток взаємодії сил неба і землі. Наявність жовтої смуги забезпечення життя і земної благодаті. Аблакитна смуга небесна, склепіння під яким зароджується життя. А сьогодні цей прапор землі міг стати уособленням боротьби за ідеал гуманізму і прагнення повневолених народів до свободи. Від тиранії до миру від пригнічення до справедливості та рівності народів планети. Всі люди нашої планети ходять під одним сонцем, під одним блакитним небом і по одній благодатній землі. І цей незаперечний факт відображений у кольорах українського прапора. Той прапор, який знає світ і під яким викори виросли цілі покоління людей, що декларували миру мир. А на ділі виявився прапором крові, ненависті і війни, агресії і геноциду народів. На даному історичному етапі йому пристоїть прапор України, що наш це в собі приклад доблесті і непохитності. Уряд Чеченської Республіки Ічкерія звертається з ініціативою до пригнічених народів і світової громадянкості, до народів, що борються із захисників свобод, до лідерів країн і міжнародних інститутів з пропозицією зробити новим прапором планети жовтоплакитний прапор України. Голова Кабінету Міністрів Чеченської Республіки Ічкерія. Дякую за перегляд! 2022, die die Unabhängigkeit der tschetschenischen Republik Ichkeria bestätigt. Die Verabschiedung dieser Resolution durch die Vershovner Rada der Ukraine war eine Demonstration der Entschlossenheit und des politischen Willens der Ukraine. Die Anerkennung des Rechts des tschetschenischen Volkes auf freie Wahl garantiert durch die Normen des Völkerrechts. Wir hoffen, dass diese Entscheidung der Verabschiedung der Verabschiedung der Ukraine als Beispiel dient und Parlamentarier und andere Länder der Welt dazu inspiriert, die Unabhängigkeit der tschetschenischen Republik Ichkeria zu unterstützen und anzuerkennen. Die Ukraine war immer an der Spitze der Entwicklung der Freiheiten und des Parlamentarismus und wir sind überzeugt, dass die Beziehungen zwischen den Völkern der Ukraine und der tschetschenischen Republik Ichkeria in eine neue Phase eintreten und als Impuls für die Entwicklung der zwischenstaatlichen Beziehungen dienen werden. Wenn sie ihr Recht auf Freiheit verteidigen, vergessen sie nicht die Freiheit der unterdrückten, versklavten und besetzten Völker. Danke an die Abgeordneten, danke an das ukrainische Volk für seine Standhaftigkeit und für seinen Mut, die Kraft des Geistes und die Treue zum Vaterland. Das tschetschenische Volk wird sich mit Dankbarkeit an dieses historische Ereignis erinnern. Wir wünschen den ukrainischen Abgeordneten, dem ganzen ukrainischen Volk und seinem würdigsten Präsidenten einen schnellen und vollständigen Sieg über den Feind, der in die Ehre, Freiheit und Unabhängigkeit des ukrainischen Staates eingegriffen hat. Wir bekunden noch einmal unsere aufrichtige Dankbarkeit für die prinzipielle Herangehensweise der Werchow-Narada der Ukraine in der Frage der Anerkennung der vorübergehenden Besetzung der unabhängigen tschetschenischen Republik Ichkeria und des Völkermords an Tschetschenen durch Russland. Ehre der Ukraine, Slava Ukraini! Applaus Applaus Приветствую всех присутствующих здесь на мероприятии, всех тех, кто смотрит и слушает. Я уполномочен от Национальной Ассамблеи Совета Вторейшей Европы зачитать благодарственный адрес перед посольством Украины, Верховной Рады Украины и украинскому народу. Это обращение и благодарственное письмо. 18 октября 2022 года в полыхающем огне сражении в столице Украины произошло историческое событие, которому суждено стать незабываемой вехой не только в взаимоотношениях между Украиной и Ячкери, но и политическим событием международного масштаба. Верховная Рада Украины признала территорию чеченской государственной и Ячкери временно оккупированной России, а также осудила геносит чеченского народа. Таким образом, высший законодательный орган Украины первым разорвал порочный круг безапелляционного равнодушия мировых элит. Начался отчет новых политических решений, которые приведут весь мир от лицемерной и двуличной политики к гуманистическому пониманию и осмыслению происходящего. Это решение принято единственным согласием всех присутствующих депутатов в то время, когда на территории самой Украины идет полномасштабная война, развязанная российским агрессором, что говорит о мужестве всего украинского народа. Совет, стареющий национальной ассамблее чеченцев в Европе, объединивший в своих рядах 400-тысячную диаспору Европы, всецело поддерживает такой шаг и проявляет уважение, солидарность и огромную благодарность как народу Украины, так и ее парламенту. Наше государство, Чеченская Республика Ичкерии, оккупировано российскими вооруженными формированиями и местными савлинками агрессора, но оно не потеряло свой суверенитет и продолжает борьбу за деоккупацию своей территории. Согласно Гаагской Конвенции 1907 года, оккупация не означает ликвидацию суверененного государства, а является лишь временным занятием территории на период аннексии и оккупации. Поэтому старейшие национальные ассамблеи чеченцы Европы выражают признательность за объективную оценку и юридически обоснованный акт. Я хочу сказать несколько слов на своем родном языке. Я хочу сказать несколько слов на своем родном языке. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Слава Ячкері! Слава Україні! Слава Ячкері! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Действительно! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Ячкері! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Ячкері! Слава Ячкері! Слава Ячкері! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!